Привит. Витаю. До того, как мы начнем, скажу всем, что этот проект делается при поддержке USAID. И мы работаем в рамках проекта, который должен победить дезинформацию по вакцинации. Подавание мифов про вакцинацию. Ну и начнем же. Но, наверное, мы сегодня не про мифы, а вообще про устройство мира вакцинального, так сказать. Насколько я понимаю, 80% сотрудников УКУ на данный момент вакцинированы от COVID. Это первая доза или двумя? Первая. И как вам это удалось? Такое немногим, знаете, или главным врачам удается со своим персоналом. Ну, слушайте, очень просто. Ставите цель, покроково и достигаете результата. А при этом всегда есть одна ответственная людина, которая это делает. И есть понимание, что это важно. То есть, правильно ли я вас понимаю, что эта цель была настоящей и актуальной, что был отдельный человек, который этим занимался и есть? Да. У нас есть сотрудница в отделе управления персоналом, Христина Цар, которая ведет весь этот проект в УКУ. И оно в одинаково и мировой стосует викладачей, працейников УКУ у Львови и в Киеве. При этом, что у нас были разные опыты организации процесса и ведения процесса у Львови и в Киеве. Но благодаря этому, что мы себе поставили это за мету, мы этого хотели, а выбудовали всю логистическую измену... Ну все как бы это ставили как цель? Что вы делали потом? Как все-таки получилось, что люди не отказались и не сказали, нет, мы потом, мы не сейчас? А, понимаете, как бы у нас у Львови, если я не помиляюсь, это где-то... У нас было два захода у Львови. Первый это AstraZeneca, а второй это Pfizer. И у нас была вакцинация у Киеве и Пфайзером. Это разные опыты, стосовно мест, это разные опыты, стосовно типов вакцины. При этом, например, было, что кому-то не выходило в какой-то день. И это так же интересно говорить, насколько та или иная вакцина позволяет долго или коротко планировать свой час. Было, что, например, сам день кто-то не мог, но он тогда записывался с другого захода. Тем не менее, запитания были, это как бы частина нормальности. Я думаю, что имеет значение, как на них отвечать. Подождите, давайте не перескакивайте. Окей. То есть это все-таки не врачи, это университет. Вот как исходно в первый заход в Астразенаку, как удалось заполучить? У вас есть какая-то внутренняя рассылка? Как люди отвечали на эту рассылку? Или это был обзвон прям каждого человека? Вот как это руками было сделано? Гаразд. Крок один. Мы понимаем, что можно вакциновать освещение вакцины от COVID-19. Мы кидаем, я забыл про Христю, в отдел управления персоналом кидают через университетскую рассылку на корпоративные почты працанников-викладачей, листа, что, друзья, есть такая возможность. Мы плануем вакцинацию. Пока что мы не знаем, что додать, но мы понимаем, что это будет Астразенака. Вот вам посылание на формочку. Заполняйте. Как только вы вносите мобильные телефоны, вы вносите имейли, чтобы мы понимали, что какие-то ситуации X, мы поведомляем, и справа рухается. И сразу много человек заполнило? Я, например, бачил особисто, когда мы готували процедуру вакцинации по Pfizer, я бачил динамику. Очень быстро. И тут сейчас не быстро, разные вакцины. Вот вы запускаете, и сразу заполнило наполнение. Вы понимаете, что в первых три днях у вас есть охотные, и они готовы, и все работает. Плюс еще интересная штука. У нас есть выкладчики, для примера, которые стали в Львове, и для них УКУ – это основное место работы. И они имеют УКИВСКИЙ скриньки. Можут быть выкладчики по годинке, которые не имеют УКИВСКИЙ скриньок. Но мы тогда говорим керевникам программ, у вас есть выкладчики по годинке, и они могут не иметь УКИВСКИЙ скриньок, но наши выкладчики приходят к студенту, они мают быть захищены, поведомляйте также их. То есть это целая система взаимодействий и коммуникации. По поводу почасовиков, мы когда собирались в эфир, вы мне сказали, что в одном из городов не будем называть в каком, в одном из университетов не будем называть в каком происходило, что про это? Ну, я пытался в докладку одну из университета в Киеве, не называю университетами, университетом в Киеве. Я говорю, что вы вакцинованы? Она – не. Я говорю, а что произошло? Ну, я по годинник, тобто, ну, я же не его самый пацан, они сказали… Второй сорт. Сказали в университете, что только те, кто засунув местом работы, которая выглядит, что вы не доходите к студентам, когда вы с ними работаете, потому что нет застережения, что только по годинке, не по годинке, стали местами. Нигде этого не было. Да, есть. Те освещения, те взаимодействия. Что мы делали еще в УКУ? Не только выкладчики, а также взаимодействуют студентами. Любые. Да, да. И знаете, это было и дивно, и приятно чути для охранников, что они могут вакциновать себя. Мы же не выкладчики, а вы работники освятия. Ну, вы, может, не освятяне за этим критериям, кем вы працюете, но вы работаете в освятии, и так же, знаете, как в медицинских закладах, можно говорить только про лекарь и медсестер, а забыть за воде. И тут, в нашей ситуации, это были и выкладчики, и выкладчики. Поэтому я сгадал вот этот кейс, но мне ранее было так удивительно. Ну, выкладачка, окей, по годиннице, у нас взаимодействует студентами. В нашей ситуации вы могли быть по годиннику, вы могли быть за основным местом работы. И, кстати, разрезнение, которое следует враховывать при плановании, что по годиннике может не иметь у киевской корпоративной скриньки. Поэтому для них эта рассылка не приходит. Поэтому для них организовываются додатковые каналы поведомления. И мы вот таким чином взбирали ширшую палитру выкладачей и представителей. Когда вы это организовывали и выделили отдельного человека, чтобы он этим занимался, насколько велики были опасения, что этого человека забросают вопросами медицинскими? Куда вы вообще одевали эти медицинские вопросы? Да, да. Дуже просто. Христя говорила, что ее закидывали медицинскими вопросами. У нас есть контракт с двумя медицинскими закладами в Львове. В принципе, без огляду на COVID. Прямо контракт-контракт у УКУ? Да, у УКУ и медицинский заклад. Например, если кто-то из работников хворих, а кто-то из студентов хворих, он возвращается в медицинский заклад, который контрактован с УКУ. А этот контракт появился после того, как одна из студентов УКУ погибла от COVID-19 или до? Это несколько лет назад. Воно под COVID-19 не связано. И мы понимали, что вы же не будете выгадывать вопросы, которые есть. Знаете, можно так. Есть достаточно материалов, которые работают в УНИСЕФ, есть достаточно эфиров, в которых вы говорите об этом, и мы этим делимся. Плюс всегда есть вопросы. Доктор, скажите. И в нашей ситуации это был один из первых в Львове, которые потом приехали вакциновать. Все вопросы к ним. То есть, человек не может... Как вы перенаправляли их вопросы? Они разрешили оставить свой мейл, телефон? Как механически это было организовано? Да, безусловно ответы на вопросы надавали Христина тому, кто спросил. Но она спросила у него. Но она просто... У нас есть такие вопросы, и вы понимаете, что очень часто люди... Люди про что запитываются? Это же не сложно. Вот уявите себе, что люди запитывают? А какие симптомы после этого? А как нужно быть готовым? Например, если я хворил, то можно и нужно мне вакциновать? Это стандартный набор. Это типовые вещи, там не было чего-то нового, и мы точно не входили в простор, что если кто-то кого-то, какие-то там другие вещи, что тут делать? И она была связной. Мы потом могли, например, сейчас формировать... Дивите, вот, на частейшие вопросы, которые ставят, ось ответы, ось, например, на працювание ЕНИСЕФ, ось на працювание Кати Булави и эфиры. Друзья, посмотрите, смотрите, доступ к информации и есть, на счастье. Угу. Вопрос еще такой, вот эти 80% людей, которые вакцинировались, они все говорят на английском, на польском, на каком-то еще языке или нет? Что вот мы о них знаем, как о людях, об уровнях образования, например? По-разному. То есть нет такой вот тенденции, что это все люди очень, например, высоко образованные? Ну, это люди, которые имеют добрую обучение, это люди, которые указываются на науково оборудованную информацию, у которых есть запись на науково доведенную информацию, а это люди, которые знают мови, и для них украинская и российская не есть единственными мовами, с которыми они общаются. Если, например, мы говорим о працюваниях, которые не выкладывают, они не должны знать англійськую мову, или другую иноземную мову, но им достаточно того, что сколько за это берется УКУ, и есть доверия для институции, поэтому тут не возникает вопросов. Водночас институции понимают, что весь процесс, вся процедура должна быть сделана належной, чтобы не погиблить или не увеличивать количество вопросов. Если бы, например, вдруг оказалось, что к осени можно уже вакцинировать кого угодно, не важно, какой возраст и так далее, как вы думаете, какая картина была бы среди студентов УКУ? У нас студенты уже смикают, что до вакцинации как только вакцинировались работники Астразенеку, а это был добрый месяц, два тома, ну месяц точно, потому что у меня как раз три месяца от первой дозы. И они приходят и спрашивают, а мы также хотим? Для преподавателей что было больше мотивации? Страх перед ковидом, вы за рубеж, что сработало? Вы знаете, я думаю, что больше мотивации было возможность вакцинироваться. Это как? Ну, уявите себе, месяц тому вакцина не была в легком доступе, она и сейчас может мать обмеженный доступ. И тут, раптом, вы как выкладчики, как освещение не можете вакцинироваться. Перепрошу, на рынке попит высокий, а пропозиция мала. То есть, факт самой этой особенности некой, возможности. Тут я бы не хотел говорить про там, певную статусность, но ты понимаешь, что загалом по рынку доступ до вакцины обмеженный, а тут ты ее маешь. Очевидно, на эти штуки накладается, что потом ты можешь ехать за кордон. Можешь не ехать за кордон. Вчера я був на нараде по Еразмусу, у нас есть проект с финами, там есть финский университет, французский, португальский. Ну, поки що немає чуткого по силу, того, что вакцинованных освещения из Украины легко упускать вакцина. вакцинации. Итак, вы обнаружили, что есть много желающих вакцинироваться, и специальный человек им отвечал на их вопросы в связке с медицинским учреждением. А что потом? Что происходило во время самой вакцинации? Я бы еще вернулся до логестики приготування. Бо, наприклад, как мы делали, и это сразу была бы моя рекомендация, как спостерегача с боку. Багато процесов щодо взаимодействия мобильной бригады, часто это первинка, и заклады, которые вакцинуются, я бы ввел на уровень мобильных бригад. Бо, как процедура каже? Что говорит процедура? У Львови из Департамента охраны здоровья скинули бланк, где нужно было указать сколько работников, сколько захочет вакциновать себя, сколько, сколько, и больше, и контактная особа человека, и контактная особа человека, которая отвечает за всю процедуру. Мы прислали в ДОС, и потом мы сконтактировали с первинкой, которая сказала, что у нас будет вакцина, мы приедем, вас вакцинуем. Больше взаимодействий происходят по ревне УКУ и первинка. УКУ и мобильная бригада. Я думаю, что это корректно, чтобы не створить этих этапов, там, заклад передает в Департамент охраны здоровья, тогда еще кудись воно иде. Можно сделать вот такую прямую дорогу, но все має фиксироваться в Департаменте, чтобы видели, какая динамика. И я бы приключительно это фиксировал в Департаменте, чтобы понимать, где еще нужно строить, где нужно наращивать попит. Департамент мав бы за эту штуку стратегично отвечать. То есть мы сообщили мобильную бригаду, сколько у нас охочих вакцинировали, чтобы они взяли вакцины. И в случае с Астразенеком я точно не пригадую, но что до терминов, когда сообщили, что мобильная бригада будет вакциновать такого-то числа в УКУ. УКУ для этого выделили в простир. Там было предпочено, чтобы люди зайшли, чтобы была просторная дистанция, чтобы они спокойно сделали записи, которые нужно перед вакцинацией. после этого они могли посидеть, посидеть, отдохнуть. Шампанское открывали? Нет, воду открывали. Вино открывал я, когда вакцинировался первой дозой, и поехал домой, потому что нужно пить много воды. Я спросил, можно ли вино? Можно. Значит, в моем случае это было также и вино. И працовники приходили, вакцинировались, просто собі был простор, где они могли ждать. И это заодно, что ты дотримаешься дистанции, и встречаешь собих подробных, которые с тобой працют. Знаете, это также был простор, где люди могли сказать, привет, давно не виделись. В целом это был позитивный, приятный опыт, или не очень? Это был хороший опыт. Там не было ничего неприятного. Так, что один сотрудник ждал, что что-то с ним после этого. Но я допустил, что я понимаю, откуда ростут эти ожидания, потому что это не означает, что поделилось. Когда мы вакцинировались с Оксаной, то у меня температура пошла, а у нее температура не была. Она говорит, что иммунка включилась, а у меня нет. Я радов особо тем, что происходило после этой супутной симптоматикой. Я очень радов. Она заработала. Да, она работала. Тут люди могли почекаться, посидеть, погомонировать между собой, попить воду, кто захотел. Я, в принципе, отвечаю за то, чтобы в таких моментах организации процесса вакцинации, чтобы это было про жизнь и про драйв, а не про повинность, страх перед смертью. Надо додать такого проактивного до этого. Вы сказали, что была разница определенная между тем, как вы организовали вакцинацию Astra и как вакцинировали Pfizer. В чем была разница? Два момента. Первый – это географический момент, а второй, я думаю, это связано с самою вакциною. В Львове, мы уже понимали, когда вакцинировала мобильная бригада AstraZeneca, что она также может вакцинировать Pfizer. Мы уже держали контакт с мобильной бригадой. И мы за логикой можно вакцинировать Pfizer. список, делаем розсилку, охотно записываются. Тогда мы держимаем контролем. Друзья, мы еще не знаем, как числа, но как только будем знать, сразу сообщим. В Pfizer была такая речь, что в четверг напряжении дня сообщили, что в пятницу мобильная бригада получит вакцина, и в субботу всех вакцинировать. вакцинировать. вакцинацию вакцинацию вакцины вакцинации вакцинации. вакцинации вакцинации если нет, просто вводите данные в СОС, вакцинации вакцинации но не сработало. Бригада все равно попыталась их заставлять это делать, и для меня загадка почему вообще не понимаю. Я также не знаю, почему так. Но в Львове тоже были такие проблемы. В Львове та самая ситуация, когда вы приходите, вам нужно больше времени чтобы вас ввели в систему, потому что у нас были працанники, которые не могли декларировать. Но заставлять пытались или нет? Просили. Просили. Итак, насколько достаточна была в момент вакцинации коммуникации насколько была достаточно насколько было это консультирование хорошим или оно вообще там было не нужно, потому что люди заранее уже все знали и знали, чего они хотят и там не до разговоров. Насколько вы вообще считаете вот само вот это место, где идет вакцинация, что там должно быть коммуникативного, консультативного, о чем это должно быть, есть ли под этот запрос или вообще там этого не должно быть? Я могу сказать это что до киевского досвиду, потому что я был более включен в коммуникацию этого процесса. И как это выглядит с моей стороны. У нас есть зарегистрированные на вакцинации працейники освитяни. И мы понимаем, что есть вот такие их мейли. Мы понимаем, что вот, поведомляет керевник первого первого, до речи, лекарь неймоверно фантастично працювали, все очень хорошо, потому что мне рассказали потом из Киевского центра УКУ, что неймоверно делекатно у нас есть взаимодействие, приходили, вакцинировались, коммуникували. Поведомляет керевник первого первого, что мы будем вакциновать працейников УКУ такого-то числа. Наперед тим, завчасу прийшла подавилася локации, подходить, не подходить, мы также подумали, куда люди мают заходить, как они будут выходить, как им добраться до выбирания, как они могут попить воду, поэтому у нас есть окремный вход на двору, чтобы не переходить через охорону, через 100-500 дверей, кнопочки тиснуть, мы сделали это просто. Единственное, что мы сообщили, понимая, что, например, когда люди прийдут вакциновать, они будут ждать, а ждать они на дворе. И мы попросили, вдягниться по погоди. Тогда мы понимали, что им нужно будет время побывать в УКУ, когда их вакцинуют. И наш акцент был, пожалуйста, запланировать 15-20 минут после проведения процедуры вакцинации чтобы мы были уверены, что у вас просто феноменальное ощущение, и вы можете спокойно идти домой. Может что-то с вами станет. Меня напрягает, когда посидите, ждите, скажите, что может статься. И вы знаете, когда я так напружился, думаю, а если не случится, что не случится, эта хороба? И поэтому я перепаковываю эти вещи. Особенно я ставлю себе за мету. Побудьте. Если вы хотите посмаковать водой, у вас будет такая возможность, мы вас пригостимем. Если вы хотите пойти в беременную, у вас такая возможность будет, вы матимете, где почекать, и тогда спокойно повернетеся домой и будете працювать, или не будете працювать, в зависимости от того, что вы себе планировали. Мы, например, просили, что когда вы вакцинуете, поставьте себе за мету провести наступный день, не плануя каких-то активных заходов. Знову ж таки, не, бо с вами что-то может станеться. У меня была супутная симптоматика, когда вы вакцинуете Астразенеком, и это был хороший момент побути с собой, скажу отверто. Не часто таки трапляется. Ты весь час здесь бежишь, как собака, за тобой вовки гонятся. А тут был хороший момент побути с собой, помолиться, спокійно в тишине, попить ту же саму каву, что вакцина действует. В моем случае, это работало один день, и потом я дальше был и с собой, только по-другому. Поэтому вот тут вопрос, Катя, коммуникации. Не, что поможет вакцина дать реакцию, або у вас там что-то станет. Ну, то станет, то окей, есть лекарь на месте, но что бы было статися? Скажите человеку, что она попьет водички, что она проведет время в хорошем городе. Я единственное жалкую, что я не попросил в Киевском центре УКУ, например, включить британский Classic FM. Чтобы было фоном прям красиво. Ну, просто, чтобы, разумеете, знову ж таки, это вопрос, когда идет о здоровье. И чего это не сделать драйвово? И поэтому в Львове мы дизналися за день до этого. И, знову ж таки, лекарь поведомляли так швидко, как они могли. Из того, что я понимаю, в Львове, ну, мабуть, сюда бригада получила уже размороженую вакцину. И они понимают, что им нужно швидко працювать с этой вакциной. И поэтому у нас с Пфайзером вакцинировали 180 людей. В Киеве я думаю, что близко 40-50 людей также вакцинировали. Поэтому вот такая логистика у нас працювала. Так оно и шло. И при цьому мы потом... Еще другая штука, которая есть. Знаете, это таки соби... Ну, это не таки соби, это клиентский сервис. Потом очень важная вещь. И люди чувствуют в этом потребе. Когда вы телефонуете, и спросите, как ваши дела? Не в смысле, как ваше здоровье подияли или нет. Как ваши дела? А кто звонил в вашем случае? В випадку Киева телефоновал я. И в випадку Киева листи писал я. Я думаю, что людям было приятно, когда до них кто-то пишет и еще подписывается О, Павло Худ. Я на мисле писал, что О, Павло Худ. О, Павло Худ. Отець Павло Худ, да. Ну, и вы понимаете, ну, вы завжди почуваете себя комфортно, когда до вас приходит приемный лист про что-то, что очень важное. И одновременно что-то, что помогает рятовать жизнь и что-то, что помогает вам потом планировать это жизнь. Ну, почему это не делать приемно? Как вообще, с вашей точки зрения, можно ли использовать этот момент в медицинской системе для чего-то еще, для каких-то имиджевых или других вещей? Я всегда скажу, когда я общаюсь с медиками, даже вот такая банальная речь, там, посидите, почекайте. И это так иногда трепетом, что я аж напружаюсь. Я говорю, ну, ну, что-то, 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 для медиков, это может быть частью наименований, как их учили. Но я бы больше додавал клиентно-ориентированного сервису в течение, что это сервис. Сервис медичный, сервис душпастерский. Я звертаю увагу на слова, которые я подбираю, когда я разговариваю с тем, кто приходит, например, про какую-то пораду, про какие-то запитания. Медики в целом, что я могу точно сказать в наших кейсах, и в Киеве, и в Львове медичные бригады работали феноменально. Они имели много работы. Они работали очень феноменально. Я понимаю, что частина каких-то процессов для них может быть обычной. Сейчас я говорю про медиков загалом. Но я бы обратил внимание на то, что и как мы сообщаем, например, в вопросе организации процедуры вакцинации, переведения процедуры вакцинации. Мне было очень приятно, когда телефонилась Франківская и говорят, что мы пригласим вас на другую дозу. И это так, мы пригласим вас. Гарно. Я еще попросил, давайте, может не этот день, а может этот день. А такая година можно, потому что я не знаю параметры, и начинаю рухать эту матрицу. Да, можно. Прикольно. Дуже прикольно. Думаю, как правильно спросить. Такой опыт возник у моих хороших друзей. Во Львове опять-таки они вакцинировались, не в УКУ. вторая доза, приезжают. Давайте мы померим давление. Зачем? Ну, мало ли, вот как, а если с вами что-то случится, ну, давайте померим давление. В общем, померили давление, и как назло, у всех давление не про то, про что надо, и у одного реально высокое. Так что, вы меня не будете вакцинировать? Нет, будем. Ну, вот дадим вам там каптопресс, например. Ну, и в общем, дали каптопресс, провакцинировали, отпустили. Вопрос. Если уж пошли мерить это давление, обнаружилось, что оно там высокое. Насколько вы считаете важным все-таки вот этот вот момент, говорить с человеком о чем-то еще, про его здоровье, или это невозможно, потому что это логистически неудобно, или сознание сфокусировано в этот момент на чем-то другом. Ну, потому что для меня, во-первых, измерение давления вообще выглядит бессмысленным в процессе вакцинации. Потому что, если вы уж померили и обнаружили, что что-то не так, то вот насколько есть там пространство, и вообще должно быть пространство под либо заботу о здоровье этого человека, либо под презентацию своего, например, центра первички, откуда приехала эта бригада, либо, ну вот я не знаю, что еще там может происходить? Я думаю, что это добра зачипка про то, чтобы турбоваться про человека. Угу. 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 с самотною и с ее высоким тиском, сказал, что он тебе высокий. И что делать дальше? Пить коньяк или не пить коньяк? Всегда. Всегда пить коньяк. Вернемся к опыту УКУ. Вы сказали 80%. Что планируете делать с 20 оставшимися и кто эти 20 оставшихся? Я думаю, что 20%, которые остались, это те, кто не достигал с разных причин. Бо и в первом и в другом вакцинации мы имели людей, которые писали, что они не смогут. Кто-то с отряджен. Будете пытаться еще раз сделать? Мы готовим третий список. О, прикольно. Ну, просто, что, розумієте, чему я говорю про цю логістику и про этот час? Я думаю, что можно было бы и за месяц что-то планировать, и все равно заходят какие-то речи, что не выходят. Но после того, как мы делали у Киеве вакцинацию працівников, был лишь кто не смог, там, был в отряджене. И я телефоную до Христі. Я говорю, Христі, возьмите, будь ласка, там, под опеку этих людей. Можливо, мобильная бригада мает вакцины, которые мы можем вакцинацировать. Она говорит, Павло, насправді, у нас еще охотно, мы формуем третий список. Поэтому у нас не есть какая-то идея фикс 100% вакцинацировать, но у нас есть идея фикс 100% запропонировать. Плюс я даже не обговорю этого вопроса, что это добровольно, и никто никого не верифирует, вакцинованный или не вакцинованный. Маете возможность, будь ласка, користайте наша справа организовать умовы, логистику, процессные моменты. Маете запитания, питайте в лекарев, чому нет. Если вернуться от кейса, безусловно, успешного кейса УКУ, в более широкое такое поле, что сейчас про коммуникацию вам нравится, не нравится, что бы вы хотели иначе, что понятно, что непонятно, что раздражает, смешит, что радует именно в процессе вакцинации от ковида, поскольку сейчас лето, и суперважно, чтобы оно все как-то пошло. Если я смотрю на это с точки зрения читателя медиа, я не понимаю, что происходит. Именно с точки зрения читателя медийного. Почему? Что непонятно? Например, я не понимаю, почему низкие показники вакцинации. Я не понимаю... Я понимаю, что можно задрайвить этот процесс, и, напевно, все зацикавленные стороны докладают достаточно усилий, но я понимаю, что 600 людей, в случае УКУ, это в сравнении с 3000, это не так много, но я сейчас говорю про 80% так же. Я говорю 2 цифры, чтобы не стало себя впечатлением успешный успех. Но я думаю, что точно такие же самые речи працуют и в великих организациях. Просто логистика может быть явнейшим, но это 7% можно закрывать в других организациях. Я не хочу говорить, что я бы делал, потому что я недостатно вивчаю этого вопроса из середины. Я только тут скажу, как пользователь медиа, который читает, что там открылись центры, там открылись центры, а там люди есть, а там людей нет. Но для меня это всегда про клиентские. Что вам не хватает клиентского? У нас есть решение, как улучшить, для примера, показатель заболевания. У нас есть решение, как улучшить уровень смертности. Это решение есть вакцина от COVID. Мы пригласим, приходите. Мне кажется, что много вещей можно было бы делать на уровне семейного лекарства, пациента. Один семейный лекар, который имеет 2000 пациентов, это армия. Это серьезно. Вы имеете в виду коммуникацию между одним и пациентами? Я думаю, что у нас... Я не знаю, как это происходит в других университетах. Ну, вот этот университет, про который я вспомнил, не называя его, там, майте вы выкладачи, там, створите для них возможность. Ну, они же выкладачи. Хай вакцинуются. Если они хотят, и они стоят в черзе. Я точно не знаю, как происходит в бизнесе, я вижу, что IT включился. Но, понимаете, чтобы я мог говорить, чтобы нужно было сделать, надо занурить все процессы. Точно, как вы выглядите, мне так пафосно пришел, и говорит, тут вы делаете так, вы делаете так. А эти люди могут делать. Иногда в таких вещах, понимаете, в таких вещах достаточно не какой-то, не какой-то, но маленькой штучки, которую вы вкрутили, и механика запрабатывает. Есть что, что вас раздражает и возмущает? Ну, меня не те, чтобы дратить, но мне немного удивлены наши показатели по вакцинации. Я так понимаю, что вакцины достаточно есть. Вже перестало быть, уже стало частиною нормы говорить, что заехала такая вакцина, заехала такая вакцина, заехала такая вакцина. И я пока что не понимаю, как дать с этой динамикой. И то, что я вижу, как пользователь, наши показатели не зайдут. Что с ролью церкви? Вот на данном этапе, да? То есть мы несколько раз об этом говорили раньше. На данном этапе, где вот церковь относительно этого всего процесса? Было бы интересно, как бы церква, как институция, мала возможность организовывать процесс вакцинации для парафеян, для верян. Мабуть, это был бы интересный кейс. Потому что, как священник, я могу выходить и говорить, друзья, есть возможность за различными критериями выпить, выпить, выпить. Для меня это, опять же, так же про клиентский. Когда начался COVID, я сразу понял, насколько важно иметь всех своих парафеян на листочках. там Excel, где хотите, но иметь, телефон, мейл, даже из тех выражений, что привет, как ваше дело, потому что люди мить закрились. И это таки, как кинуть света наступает. А если ты умеешь это обрамить пасторальными вещами, так взагалі, Армагеддон, он все полный. А мне было бы интересно увидеть, как бы церковь мала такую возможность, как институция, взаимодействовать, как освященные, еврейные, вакцинировались, использоваться другие инструменты для проповедей Божьего слова и взаимодействия, и душ пасторства. И мне нравится, что церковь висловила свою точку зору и однажды не вылазит из разных дыр и говорит, вакцинуйтесь, вакцинуйтесь, вакцинуйтесь. Церковь заняла свою позицию. И я думаю, что теперь, когда я говорю про церковь как простир вирян и возможность узгоджировать возможность вакцинации, я бы отдал инициативу так же на месте священникам, чтобы они могли сказать, Катя, вы есть керевником нашей первинки. Мы хотим организовать среди вирян вакцинацию. Давайте мы эту штуку проведем. Мы складываем с нашего боку список, мы подамо вам список вирян и мы дамо церковь как простой, где они могут прийти вакциновать с усіма входами, выходами, водичкой, сиденьем, очікуванием, дистанцией. Все молотовно, гарно и побожно. Это мог бы быть интересный опыт. Да, мне тоже нравится как идея. Это так как-то очень мило. Ну, потому что... Надеюсь, что может нас подслушает кто-то. Кстати говоря, по поводу подслушает, нас смотрит Наталья Тулинова, которая почему-то нам не задаёт ни одного вопроса. Мы вообще совершенно не понимаем почему. Вот. И вижу, что нам прислали такой комментарий под ником FamilyStrikun. Интересный эфир, жаль, что смотрит так мало людей. Не волнуйтесь, нас потом досматривают очень хорошо, потому что сегодня день медработника, и я думаю, что все заняты совсем сейчас другими делами. В эти частные работы. Логисты конечек процессе. Но потом они нас обязательно досмотрят, нас всегда очень хорошо потом досматривают наши коллеги, собственно, для которых мы стараемся это делать. Скажите, пожалуйста, к чему вы готовитесь лично, как вы? к чему готовится УКУ и как вы вообще ощущаете отношение общества к тому, что вообще-то скорее всего то ли летом, то ли осенью будет следующая волна ковида. То есть где в этом всем вы как человек, как отец, муж и так далее, где в этом УКУ и как вам кажется, где люди вообще в этой всей истории? Я думаю, что УКУ охоче готовый здравить процесс вакцинации студентов. Не потому, что это даст нам возможность всех тримать в аудиториях, ибо все вакцинованы. Все равно питание дистанцирования масок не скасуется, но создать это как возможность, как часть нормальность. Ты в УКУ, УКУ позиционирует себя как католический университет, это вопрос связанное с верой, без огляда на то, какими ваши религиозные переконания. Наша вера даёт возможность створить всем возможность. А уже как вы с ней користуетесь, это одно. Мое персональное, я останнє дивился CNN, написал про цей тип вирусу Дельта, я так розумію, что хвиля десь впливает. И я журюся тем, что мы, суспільство, как мы смотрим, что из этого выйдет, а чем оно закончится. Я бы не хотел, чтобы мы были спостерегачами хвиля, на нас неминутрю будет сунуть из-за причины, что у нас мало вакцинованных. Воно бахнет. И потом мы будем сказать, что нам так дав, что ты так допустил. Я даже не знаю, если бы ставился до речей так, как люди, то он бы мав щодень по несколько инсультов или инфаркт. Он смотрит просторов речи, плюс он даёт людям возможность принимать решение и выбирать решение. Потому что она крыется. Это вопрос когда. И я бы не хотел, чтобы мы как статисти сказали, ой, вы знаете, нас накрыло. Ну, друзья, что мы делали, чтобы мы уменьшили этот показатель? Помимо вакцинации, чего ещё хотели бы, как ещё хотели бы подготовиться? Потому что вакцинация всё-таки зависит от многих факторов. Может, например, быть достаточно вакцины, не быть достаточно вакцины, пропускная способность системы, люди могут разъехаться в отпуск и не захотеть. То есть разные причины могут способствовать тому, что это будет либо высокий либо не такой высокий и не такой быстрый охват до конца лета. Как ещё считаете важным подготовиться? Ну, я просто предупускаю, что если прийдет новая хвиля и прийдут новые карантинные обмежения, будет тяжело снова коммуникувать, что люди нужно снова пойти в подпильня. Для меня, очевидно, если говорить о кейс на ревне УКУ, если говорить про УКУ как лекарств мы понимаем, что это означает дотримание дистанции, наполненность аудитории, маски. Вы готовы. Катя, это не вопрос просто готовности, это вопрос о том, что кто-то из твоих сотрудников, студентов хворяет и когда он скриет по-доборотным или из родичей сотрудников или студентов хворяет оно не просто там... Вопрос. Брали ли вы в укуп психологов, чтобы работать с преподавательским составом, либо со студентами, если да, то как это происходило? У нас есть психологи. Они работали на ковиде? Я не могу сказать, что они выходили. Тобто у нас есть несколько разных типов психологических консультаций, и работники знают, куди приходите, и они знают, что эти психологи есть. Я не могу говорить, каким был запит, потому что я не пытался. Но такого ничего централизованного не было. Я думаю, что тут, Катя, не питание, чи были централизованы, просто у ковид давно есть часть нормальности, что есть психологи. И до них можно было приходить... Я знаете, о чем? Например, что просто какой-то человек выходит и говорит, да, окей, мы все устали, да, там это страшно, да, это так, и это нормально. Ну, то есть, ну, вот, как бы проговаривая, ну, вот, с людьми вот это. Или не было такой потребности? Я думаю, что ця потреба точно закривалась индивидуально. Навіть, не цікаво, было несколько коммуникационных посылок в корпоративной почте, и это и шло и на работников, и на студентов, про этот психологический аспект ковиду. И всегда в таких вещах остается часть, там, когда идет о чем-то индивидуально, обратитесь сюда, 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 сюда. Загальные посылки несколько раз были, если я просто пригадаю, потому что я мало времени проводил на работе, как на работе в офисе. Но можно считать, и это не только какие-то официальные документы, это очень часто что-то сердечное, что можно даже написать ректор. Друзья, обстоянии, справедливо, скрутные, но тем не менее, мы работаем, мы разом, вы можете быть на дистанции, вы можете быть здесь, вы можете быть вакциновать себя. Что вы хотели от меня в процессе этой подготовки? Вот считаем, что прям повезло, это происходит не летом, а осенью, хотя, как по мне, это и летом может произойти, но возьмем, что это происходит осенью, например, и остается два месяца с чем-то. Что бы вы хотели, чтобы я делала в это время? Я думаю, что в этой ситуации... Что бы хотели, чтобы делали наша коммуникативная команда ЮНИСЕФовская, нет? Это про повторение и мать учения. Выходим и как в первом классе. Значит, оскільки нас ждет таке-то, таке-то, друзья, нам нужно готовить ось це, ось це, ось це, нам нужно делать ось це, ось це, ось це, запобегать цьому, цьому, цьому. Я бы на вашей эфире переводил, ну, не скажу, позицион пейпер, але я бы переводил менюэл про то, как жить. Сегодня, я всегда путаюсь, он сегодня, завтра или послезавтра, но, в общем, вот в эти несколько дней, день медработника. Скажите что-нибудь медсестрам. Вы крутые, медицинские сестры, вы крутые. И я захоплюсь, я скажу, Катя, это новые и новыми. Я на початку сказал не на камеру, а на камеру, вы сегодня прикольно выглядите, вы всегда хорошо выглядите, но тут... Я под вас старалась, одевалась, да. Я бы даже не хотел сказать медицинским сестрам, что ваша работа недооценена. Вы просто делаете крутую работу и вы управленцы на своем уровне. Это не есть еще какая-то там додатковая функция, додатковый функционал. Для меня это человек, который встречает, человек, который формует первую коммуникацию, человек, который формует первое впечатление. Поэтому я приветствую вас, приветствую медицинских сестры, приветствую медицинских приземников. Прикольные святости. Лишь чтобы... Завжди это свято вытягиваете на... 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 Продолжь року. Что бы вы хотели сказать в связи с этим праздником медицинским управленцем, директорам, медицинским директорам? Мене чумись на голове один ваш эфир, где... Это было, мабуть, с Дмитром Чернышем, где говорилось, что медицинские заклады имеют деньги, а их используют или не используют. Я не знаю причины. Я первый, что сделал медицинский, спросил вас, а может быть, какие-то управленческие программы, и спросил у нас в бизнес-школе, может быть, какие-то управленческие программы. Я бы так сказал. Я не знаю, какая природа этого. Я понимаю, что важно плакать культуру ощадливости. И важно плакать, когда ты деньги маешь, а не когда ты их не маешь. Но если мы имеем возможность, то их нужно впровадить. Я не скажу тут «використовывать», потому что, может быть, так негарно. Можете гроши, выкористовывайте их. Но если это способ статистиковать работников, если это способ вывести на другой уровень надения послуг, то нужно вводить, не нужно бояться. Я понимаю, что могут быть какие-то обмежения, и тут я так весь сиджу пафосно и рекомендую. Но, тем не менее, иногда работа керевника заклада охраны здоровья будет невидима. Она рассчитывается по тому, когда приходит пациент и видит, как это работает. И я хочу узнать, что в многих первинках я вижу, насколько они просунулись. И это благодаря керевникам первинок. Проваджуют, делают. То есть, нет, 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 нет. И это прикольно. Прикольно, что они имеют. Они имеют доверие, они имеют финансирование. Грошей много не бывает, я понимаю. Они имеют коллективы, имеют возможность формировать команды. И при этом, я вижу и знаю очень много предпринимателей медицинских закладов, которые просто делают это с драйвом. И делают это очень... И про пациентское ориентированное, и про ориентированное на сотрудников. Важно, в коммуникациях мы говорим про клиента ориентированность. Мы вспомнимаем, что работники – это также клиенты. Внутренние, наверное, пока. Я один раз услышал, кто-то мне говорил, что у меня стратегия сделать медицинский заклад прихильным для клиента ориентированным, а не лекарской ориентированным. Я говорю, стоп, 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 как только лекари услышают, что это про них, а это не про них. Нет, клиенты – это также, медицинские работники – это также клиенты внутренние. И от уровня их удовольствия зависит от качества услуги или смысл услуги, которую они дадают пациентам. И это важно. И это важно. И на этой ноте мы выходим из этого эфира. Дякую вам. Спасибо, кто нас смотрел. Следующий эфир через час. И он будет про туберкулез в БЦЖ во время пандемии ковида. Спасибо. 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 Продолжение следует...